Возле одного из домов Октябрьского округа сотрудники администрации убирают оградительные столбики. Местные жители совсем недавно установили их на в прямом смысле слова захваченной территории. Землю немного облагородили и организовали здесь парковочные места. Тот факт, что территория муниципальная, не остановил. Теперь же без остановки с неофициальной стоянки летят столбики и цепи. Пока земля не оформлена, имеют право. Добровольского, 13. Здесь земля под парковками, хоть и находится в собственности жильцов, все же война за нее ничуть не меньше. Часть собственников самовольно захватили территорию и установили ограждение. Юлия Дзюбан в своем дворе паркуется всегда с большим страхом поцарапать машину о железное ограждение. И это еще в лучшем случае. В худшем рискует вообще не найти места. Виной всему собственники, на которых нету правы. Это они, минуя общее собрание дома, установили барьеры. Нам приходится парковаться совершенно в другом месте, у других домов, даже ближе к Красному пути. Не хочется вступать в конфликт, ругаться. Просто я считаю, что это некрасиво, неправильно, когда ты присвоил общую территорию себе. Единственный выход из этой ситуации – общее собрание собственников жилья. Именно оно сплотило жильцов уже другого дома – Поволочаевской. Сейчас здесь все и законно, и удобно для всех. Огорожена парковка, освещение, автоматические ворота. Все это собрали жильцы, сами внесли вклад в это дело. Впрочем, место под солнцем могут найти и те, кто паркуется на муниципальной земле, заявляют депутаты горсовета. Можно оформить землю в аренду. Для этого нужно обратиться в администрацию Омска или через службу одного окна. Возможен и выкуп участка. Но этот вопрос народные избранники намерены обсудить уже на ближайшем заседании.